Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн 5 минут с искусством. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова и моя собеседница, редактор глянцевого издания Мария Авилова. Всем привет! Как сказал Алексей Толстой, воспринимать искусство так же трудно, как и творить его. Согласна. В июне этого года в метавселенной открылась первая российская галерея. Она выполнена, само здание этой виртуальной галереи выполнено в так называемом классическом стиле и находится неподалеку от представительства международного аукционного дома Сорвис. Создатели галереи планируют в будущем размещать там работы художников со всего мира, в том числе в NFT-формате. Звучит как просто сюжет книги писателей-фантастов, хотя на самом деле сейчас очень многие передовые музеи вкладывают средства в продвижение современных технологий, связанных с виртуальной дополненной реальностью, другими разными передовыми технологиями. Ну неужели виртуальный мир это наше ближайшее будущее? Ну я не знаю насколько ближайшее, но на самом деле мир меняется, меняется искусство, меняются способы выражения и техники его создания. Как писал Бодрия, на самом деле мир в котором мы живем это иллюзия и рано или поздно он превратится в виртуальную реальность, которая и будет самым настоящим миром. Поэтому с этой точки зрения виртуальная реальность это реальность. Но для людей которые конечно привыкли осизать материальные предметы, это звучит очень непривычно, я бы даже сказала угрожающе. Ну вот виртуальная и реальная, что из этого настоящее искусство? Ну так нельзя говорить что из этого настоящее, потому что и то и то это искусство, это просто разные формы. Само по себе цифровое искусство, это искусство, созданное с помощью компьютерных технологий. И у него конечно же есть виды, например, математическая или фрактальная. Да, это был самый первый вид цифрового искусства, когда только появились компьютеры и на самом деле это искусство создает, создавалось даже не художниками, а работниками лабораторий соответствующих, которые занимались технологиями. И заключалось оно в том, что при помощи простых форм путем размножения и копирования создавались какие-то совершенно нереальные предметы. И это есть фракталы, то есть это можно умножить бесконечно до самых разных размеров. Это была первая такая форма цифрового искусства. Далее, например, иммерсивное искусство. Да, потом конечно же искусство развивалось, на сегодняшний день мы имеем разные виды, в том числе иммерсивное искусство. Например, сейчас в Америке ряд казино решили привлекать посетителей к искусству именно иммерсивным искусством. То есть что это? Это проецирование на стены, потолок, пол цифровых произведений. Это могут быть цифровые копии уже известных художников, либо работы, созданные современными художниками уже изначально в цифровой форме. Кстати, в Москве не так давно открылся ресторан с иммерсивным искусством. Он называется как гастро-ресторан. То есть зрители, посетители принимают еду в тот момент, когда различные формы цифрового искусства проецируются на стены и потолок. Даже сама еда в этот момент воспринимается по-другому. То есть они скорее даже действительно не потребители, а зрители. Да, кстати, билеты в это место стоят недешево. Сейчас можно купить на конец июля билеты по 22 тысячи за штуку. Чудесное иммерсивное искусство. А что касается виртуальной реальности? Виртуальная реальность – это такой вид искусства, когда задействуются уже осязательные рецепторы человека, и как бы стирается грань между реальным и виртуальным. То есть человек не просто наблюдает объект, он погружается в него, он как бы в нем сам существует и становится его зрителем и пользователем. И испытывает определенные эмоции и чувства. Да, не только зрительные, но и различного рода другие. А что касается 3D-арта? 3D-арт – это уже создание определенных объектов при помощи компьютера, и в результате при помощи рендера появляются те или иные объекты, в том числе скульптурные. И, наконец, цифровые иллюстрации. Цифровые иллюстрации – это уже изначально создаваемые при помощи определенных программ те или иные картины – художниками или нехудожниками. Ну что ж, на самом деле мне бы очень хотелось еще коснуться темы NFT-искусства. Да, очень модная нынче тема, но на самом деле NFT-искусство – это цифровое искусство, защищенное вот этим способом NFT. По сути, NFT – это как аналог ценных бумаг в виртуальном мире. То есть, отцифровывается работа, либо изначально создается в цифровой форме, и вот ей присваивается этот токен, который невзаимозаменяемый, в котором содержится информация о создателе, о покупке и другие прочие вещи, но при этом сама работа открыта, но она уникальна. То есть, таким способом решается проблема авторства, и этот объект искусства невозможно украсть. Ты можешь его только продать. Как ты считаешь, что цифровое искусство – это скорее наше неизбежное будущее, или это вообще способ заработать? Я думаю, что это такой вопрос, как палка о двух концах. Конечно же, NFT-технологии используются и как эквивалент не то, что денежной, но учета какого-то баланса в виртуальном мире, который когда-нибудь, наверное, наступит. Мы вообще, как потребители искусства, прошли очень большой путь от пассивного наблюдателя, когда мы видим работу в музее, до участника. То есть, на сегодняшний день искусство приобретает свойства иммерсивности, когда мы не просто наблюдаем, но мы как бы участвуем, чувствуем, сопереживаем. И это становится неотъемлемой частью. И учитывая то, что было раньше, да, и как это все развиваются технологии, я думаю, и не только я так думаю, что виртуальная реальность, конечно же, в будущем вступит в свои права в более широком объеме. Даже сейчас, смотри, многие люди в соцсетях создают себе личности, другие, не те, которыми они являются, и позиционируют себя там, как эти люди. Вот они реальные люди или виртуальные? Во всяком случае, они получают ценный опыт свой. Да, и, кстати, недавно на аукционе одна цифровая работа, NFT-работа была продана почти за 70 миллионов долларов. По сути, это калаш, и сам автор, не профессиональный художник, из фотографий, которые он фотографировал каждый день, начиная с 1 мая 2007 года. Он взял первые 5 тысяч фотографий, собрал их в калаш и выставил это на NFT-аукционе. И нашелся человек, который купил это за 70 миллионов долларов. Критики спорят, новая ли это эра в искусстве, или это все это рухнет рано или поздно, как там все эти попытки зарабатывать на криптовалюте. Но, тем не менее, цифровое искусство уже внесло изменения в нашу жизнь, в восприятие искусства, и, чем говоря уже о способе его создания. Это виртуальное искусство надменяет нашу реальную реальность. Австрийский медиа-куратор и теоретик Рос Гибсон сказал, художник будущего будет производить не столько объекты, сколько опыт. Он будет предлагать нам такой опыт, который будет нас глубоко задевать, погружаясь за пределы реально существующего мира. И люди будут обращаться к новому искусству в поисках опыта и нового бытия. На этом наша пятиминутка окончена. Помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Всем пока! С вами были Мария Вилова и Наталья Леван. До встречи на канале. В мае этого года, как сказал Алексей Толстой, воспринимайте современное искусство и несовременное тоже. Что за чувство современное? Субтитры создавал DimaTorzok